Казачья вечерка. В Екатеринбурге продолжается Сретенский фестиваль молодежи. На этот раз юноши и девушки встретились, чтобы попеть частушки, а также исполнить русский народный и казачий пляс. Подробности у Надежды Калининой. Это фабричная ткань. Почему фабричная? Потому что она имеет очень мелкий рисунок и это очень дорогая ткань. У меня ткань попроще, но у меня имеется сложная вышивка. Если у девушки сложная вышивка на ткани, значит она рукодельница. А это завидная невеста. Даша и Лена рассказывают, как устроен народный костюм девушки и что по нему можно сказать о хозяйке. На вечерку они пришли, потому что давно интересуются народной культурой и могут рассказать, какая она в нашей стране. Богатая, очень статная, важная и законнавственная. Очень интересная на самом деле. Сейчас идет такая тенденция, что мы возрождаемся к своим корням, что-то интерес появляется, потому что все современное, новомодное, уже как-то не очень, а вот как-то копнуть глубже становится весьма интереснее. На своих прапрабабушек девушки похожи не только нарядами. Знают они и народные танцы, песни, игры. Ведь это неотъемлемая часть культуры и быта нашей страны. Александр проводит эту вечерку и с него начинаются все игры и танцы. А еще он здесь главный потому, что точно знает, чем казачья вечерка отличается от обычной. Казачья вечерка в целом отличается от обычных вечерок только тем, что на ней присутствуют казаки, по большому счету. Перед Великим постом Срединская вечерка – это очень такое нужное, важное дело, чтобы зарядиться такой энергией, чтобы потом уже в последующем Великий пост не дать себе никакой слабинки, чтобы по-настоящему серьезно вынести этот промежуток времени. А еще вечерка – это прекрасный способ познакомиться с веселыми и интересными молодыми людьми. Да и в прошлые века на подобных мероприятиях юноши и девушки могли увидеть друг друга в неформальной обстановке. В последнее время вечерки также становятся все популярнее в среде православной молодежи, которая хочет знать больше о своих корнях и жизни предков.